Здравствуйте, уважаемые друзья! На канале ProBusiness программа «Национальный рейтинг. Лучшие практики» и с вами ее ведущая Татьяна Зайцева и Дмитрий Волков. Здравствуйте! Я рада представить нашу сегодняшнюю гостью Веру Адаеву, заместителя корпоративного директора Агентства стратегических инициатив. Вера, здравствуйте! Здравствуйте! У нас очень правильный человек сегодня, потому что никто, кроме как Вера Адаева, не знает больше про национальный рейтинг. Поэтому первый вопрос может быть в общем. Зачем был придуман национальный рейтинг? Кто его инициаторы? Почему это вообще? И что это? Национальный рейтинг — это инициатива всех четырех ведущих бизнес-объединений, которые работают в России. Это «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата», «РСПП» и «Опора России». Эта инициатива призвана сделать одно — оценить усилия, результаты таких усилий органов власти по улучшению инвестиционного климата в регионах. В общем-то, это, наверное, сложные понятия, сложные категории, но за этим стоят простые вещи. Насколько дорого или дешево становятся товары для потребителей. Все те затраты, которые несет бизнес, связанные со сложностью процедур, со сложностью, с неэффективностью работы институтов, которые действуют в регионах, они отражаются в конечном итоге на стоимости тех услуг или товаров, которыми мы пользуемся. А когда эта история началась? Эта история началась в декабре 2013 года, когда, собственно говоря, появилась эта инициатива и заработала на площадке агентства стратегических инициатив рабочая группа, состоящая из представителей всех четырех бизнес-объединений. Потом мы все вместе подписали соглашение, и в апреле этого года был запущен первый пилотный выпуск, скажем так, национального рейтинга, в котором участвовали 21 субъект Российской Федерации. То есть не все, а только часть? А как выбирали? Мы пошли по пути того, как был запущен стандарт. Это региональный инвестиционный стандарт. Мы сначала опробировали на 11 пилотных регионах тогда ту же самую технологию мы использовали сейчас, потому что есть вещи, которые надо доработать, докрутить. Где-то, может быть, какие-то допуски. Даже несмотря на то, что у нас были представители всех четырех бизнес-объединений, они потребовали корректировок уже на этапе такого полномасштабного развертывания. И к полномасштабному развертыванию мы приступим в этом году, когда будет запущен во всех 85 субъектах этот проект. Если говорить о выборе пилотных регионов, то критериев у нас было несколько. Первый, наверное, методологический. Мы хотели, чтобы мы отработали все возможные ситуации. Например, у нас в рейтинге участвовали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Нам важно было посмотреть, как ведет себя агломерация в рейтинге, поскольку предприниматели очень сильно здесь вовлечены в ведение бизнеса как в одном субъекте, так и в другом. Как правило, вот эта граница, она минимальна. С другой стороны, нам важно было посмотреть все субъекты на территории Российской Федерации во всех федеральных округах. Поэтому у нас все 8 федеральных округов, на тот момент 8, были представлены. Ну и третий момент, наверное, когда была альтернатива, мы все-таки выбирали те субъекты, которые наиболее успешным образом внедряли региональные инвестиционные стандарты, где мы понимали, что очень активная предпринимательская сообщество. То есть субъекты выбирали вы? Или субъекты добровольно соглашались? Или это был взаимный процесс? Потому что, конечно, трудно продвигать такие инициативы, как улучшение инвестиционного климата, если нет желания региональных властей. Но, в общем-то, большая часть регионов действительно согласилась с тем, что и даже потом оценила все плюсы от участия в пилотной апробации, потому что уже имеется опыт, уже есть результаты, они понимают, какие позиции им нужно усиливать, в каких позициях надо активнее взаимодействовать с бизнесом и улучшать вообще все процедуры. Вот тут еще есть очень важный момент. Был упомянут инвестиционный стандарт агентства стратегических инициатив. Это ключевой продукт агентства, насколько я понимаю. И он связан с рейтингом. Вот, может быть, не все зрители в курсе, что такое инвестиционный стандарт. Может быть, в двух словах, что это такое? Региональный инвестиционный стандарт — это наш первый проект по улучшению регионального инвестиционного климата. Это сборник из 15 лучших практик, который, условно, можно поделить на три элемента. Первое — это видение регионов его инвестиционной политики. К этому относятся практики в области инвестиционной стратегии. Таким образом, чтобы предприниматели понимали, какие перспективы их ждут, как будет развиваться регион с точки зрения привлечения инвестиций. А этот сборник, он доступен любому человеку? Он доступен, но он на портале агентства. Очень легко его посмотреть. Более того, в интернете, если набираешь слово «стандарт», то, как ни странно, уже на первой позиции начинает выходить региональный инвестиционный стандарт. Второе — это набор услуг, которые предоставляет субъект своим предпринимателям. Это деятельность корпорации развития, это регламент одного окна в регионе. И третье — это гарантии того, что эти услуги будут оказаны качественно. То есть, это каналы прямой связи с губернатором, это гарантии, собственно говоря, участия предпринимателей в общественных органах региона. Самое главное в канале прямой связи, на что бы я, наверное, хотела обратить внимание, органы исполнительной власти — это все-таки обратная связь и срок рассмотрения. Мы достаточно часто проводим такие конкурсы. По закону 30 дней. Но вы прекрасно понимаете, что предпринимателям такой срок зачастую просто мешает даже работать. Это катастрофически долго, конечно. Скажем прямо. Поэтому наша задача максимально его сократить. Мы регулярно проводим такое мероприятие, как контрольная закупка, и пишем на сайт. Как-то обычно наоборот бывает. Пишем на сайт или обращаемся по тем каналам связи, которые указаны как исполнение регионального инвестиционного стандарта. Не могу, к сожалению, похвастаться блестящими результатами со стороны органов власти, но от контрольной закупки к контрольной закупке мы видим положительную динамику, что в регионах сокращается срок, понятные, ответственные за исполнение, и ответы становятся качественными. Наш новый этап — это обращение на английском языке. Вот тут пока у регионов проблемы. Не достает переводчиков. А вот контрольная закупка. Обычно этот термин пришел из борьбы правоохранительных органов со спекулянтами. А тут, я так понимаю, он используется наоборот, как проверка бизнесом действия органов исполнительной власти. Я правильно понял? Да. И как это делается? Как это происходит? У нас есть несколько форм. Где-то само агентство выступает в качестве такого тайного покупателя. Где-то предприниматели, которые вовлечены в наши проекты, непосредственно своими действиями проверяют работу тех или иных государственных органов. Это какие-то специальные предприниматели? Нет, абсолютно обычные предприниматели, которые просто небезразличны к тому, что происходит в регионе. Или иногда, понимая, что в своем регионе такую закупку тяжеловато проводить, помогают коллегам из другого региона. То есть, такая кросс-региональная. Кросс-экспертиза, да. Такая кросс-экспертиза. Вера, вернувшись на секунду от стандарта инвестиционного к национальному рейтингу, а как вы собирали информацию? То есть, можно ли доверять этому рейтингу? Наверное, сами предприниматели скажут, могут ли ему доверять. Но я могу сказать так, что прежде всего основой рейтинга выступают опросы самих предпринимателей. В каждом регионе по целому блоку вопросов мы опрашивали простую выборку предпринимателей из 300 предпринимателей, которые работают в этом регионе. Это разные отрасли? Это совершенно разные отрасли, это совершенно разный бизнес, и малый, и крупный, и средний. Это просто случайные 300 предпринимателей, которые ведут деятельность в регионе. В каждом регионе 300. В каждом из 21 300. Вторая категория предпринимателей, которая принимала участие в наших опросах, это предприниматели, которые пользовались той или иной государственной услугой. Например, регистрировали в течение года свою компанию, получали разрешение на строительство, получали лицензию. Пользовались конкретной государственной услугой. Понятно, что это специализированная выборка, их уже немножко меньше. Мы брали на каждое такое направление не меньше 25 респондентов. И у нас были предприниматели-эксперты. Те предприниматели, которые уже участвовали в наших проектах, например, занимались экспертизой результатов внедрения регионального стандарта. И они оценивали деятельность институтов, которые действовали в регионе. Тут у нас был диапазон немножко шире, от 30 до 40 человек на регион. То есть и метод опросов, и метод экспертных оценок, и они каким-то образом сочетались. Сочетались. Плюс мы собирали по некоторым показателям статистическую информацию. Рейтинг носит такой смешанный характер. У нас источников информации два. Это и опросы, и статистика. Статистику мы брали в официальных государственных органах. Это Росстат, это Министерство экономического развития. Очень интересно. А кто помогал в этом режиме? Агентство само это собирало, или оно кого-то привлекало, каких-то исполнителей? То есть статистика? Опросы помогали нам формировать в ЦИОМ, проводить, собственно говоря, сами опросы. Предприниматели, сама выборка формировалась в ЦИОМ совместно с агентством. Если говорить про сбор статистики, то государственные органы, в общем-то, достаточно спокойно ей поделились. Это незакрытая информация. Большая часть показателей, которые у нас в рейтинге, они не носят какого-то сакрально закрытого характера. Это обычная вещь. Таким образом, рейтинг формируется из двух источников, основным из которых является как раз предпринимательское мнение. Вера, редактор показывает, что надо уходить на рекламную паузу, а после нее давай обсудим те результаты, которые получены были в результате этого рейтинга. Рекламная пауза. Уважаемые зрители, мы продолжаем передачу национального рейтинга «Лучшие практики» на канале «Про бизнес». И с вами ее ведущие Татьяна Зайцева и Дмитрий Волков. А я напомню, что у нас в гостях Вера Адаева, заместитель корпоративного директора агентства стратегических инициатив. Вера, снова здравствуйте. Здравствуйте. И мы планировали поговорить о самом интересном. Рейтингов много, но вот национальный рейтинг рождает лучшие практики. Вот что это такое? Как это работает? Что это за технологии? Лучшие практики – это те примеры успешные, которые привели к определенным результатам в регионах. Очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда регион конкретный говорит, что у меня нет ресурсов, у меня нет возможностей, у меня нет денег, поэтому ко мне не придут инвестиции, не будет бизнеса. И получается такой замкнутый круг. В то же время соседний регион, обладающий иногда даже еще меньшими ресурсами, начинает добиваться успеха. Все, например, говорят об эффекте «Калужского чуда». Но я хочу сказать, что наш рейтинг, например, показал другого лидера Костромскую область, которая за последние два года действительно именно усилиями по взаимодействию с предпринимателями начала показывать хорошие результаты. А вот хорошие результаты в чем? Это выражается в привлечении инвестиций, это выражается в построенных новых заводах, это выражается в том, что предприниматели, которые уже работают на территории региона, они начинают реинвестировать деньги в новое оборудование, в развитие своих предприятий, в новые стройки. А мы видим это как раз в результатах национального рейтинга, то есть в виде результата национального рейтинга, вот эту транжировку регионов, мы видим, где больше строится заводов, где меньше, так? Наверное, не совсем так. Наш рейтинг – это все-таки рейтинг результатов усилий органов власти по улучшению инвестиционного климата. Это все-таки не именно результатов в формате конкретной динамики инвестиций, конкретных построенных новых рабочих мест, построенных заводов. Нужно понимать, что все-таки объем факторов, которые влияют на динамику инвестиций и вообще на развитие экономики региона, он значительно больше. Мы все-таки говорим о тех условиях и возможностях, которые создают органы власти, которые действуют на территории субъекта, для своих предпринимателей и для тех предпринимателей, которые хотят туда прийти, вне зависимости от того, российские это или иностранные. То есть мы предполагаем, что вот те регионы, которые выше в рейтинге, они обладают какими-то технологиями, которые можно масштабировать, да? Совершенно верно. И применять в других регионах. Совершенно верно. Потому что мы иногда видим до абсурда смешную картинку. В рамках одного государственного органа разные территориальные подразделения демонстрируют совершенно разные результаты работы. Если мы возьмем такое, в общем-то, обычное действие, с которым сталкиваются все предприниматели, регистрация прав собственности, то в Челябинской области оно занимает 13 дней, а в Приморском крае в 5 раз больше, 68. То есть это получается один федеральный орган исполнительной власти за это отвечает? Один закон. Росимущество, да? Один закон. Росреестр. Росреестр. Росреестр, регистрация. Но в одном регионе это одна история, а в другом совершенно другая, отличная, довольно значительная. Да, вопрос правоприменительной практики. Закон один, одна и та же процедура. Но разница вот такая большая. И нужно понимать, что сам рейтинг, он не меряет только усилия губернатора. Он меряет усилия всех органов власти, которые действуют на территории конкретного субъекта. Будь то это представительство федеральных органов, будь то это администрация региональная, будь то это муниципалитет. Потому что на самом деле предпринимателю все равно, на каком этапе у него возникают проблемы. Ира, вот лучшие практики, то есть это означает, что это практики, что это действует, что это работает. И что это лучшее, то есть чего-то похожего нет в других регионах, но в явном виде. А вот можно ли привести какие-то примеры этих практик? И как вы определяете, что это практики, что это лучшие? Ну, на самом деле, я, наверное, с конца начну. Определяем не мы. Определяют созданные в рамках нашей работы экспертные группы, в которые тоже входят представители бизнес-объединений, входят эксперты, которые являются профессиональными участниками тех или иных рынков. И они помогают нам, во-первых, проанализировать, является ли тот или иной показатель действительно лучшей практикой, или это ситуация, которая сложилась в конкретный момент времени. Второй момент — это все-таки возможность к тиражируемости. К одним и тем же результатам можно приходить разными способами. Очень много процедур, очень много действий осуществляется с помощью правильных, хороших интернет-технологий, которые могут быть применены и которые существенно облегчают предпринимателям жизнь. Если мы возьмем Калужскую область, которая, наверное, не так давно перестала быть дотационным регионом, то здесь большая часть вещей решается все-таки усилиями самой команды. И это два разных подхода. То есть в Татарстане за счет IT-технологий, а в Калужской области за счет усилий самих людей. То есть и тот, и другой подход имеют право на существование. Это как раз и показывает то, что можно, в общем-то, достигать хороших, высоких результатов. Вопрос правильной настройки внутри региона. А как это масштабируется? То есть каким образом регионы, которые еще не прозрели, как они воспримут эти лучшие практики? Они обязаны будут их применять? Или как это организовано? Для того, чтобы регионы были готовы, в общем-то, и к рейтингу, и все-таки прежде всего работали над улучшением инвестиционного климата, мы прежде всего сейчас формируем такой сборник лучших практик, которые появились у нас в результате самого, собственно говоря, рейтинга. И по итогам нашей всей предшествующей работы, потому что у нас есть целый пул наработок, наработок, связанных с внедрением регионального инвестиционного стандарта. Также у нас есть такой проект, как региональная предпринимательская инициатива. Это те дорожные карты национальной предпринимательской инициативы, только транслированные на региональный уровень. И сейчас мы еще готовим атлас муниципальных практик. Вот вооружив вот таким знанием регионы, мы также еще запускаем образовательную программу для органов власти. То есть, иначе говоря, вот эти лучшие практики будут внедряться через образование чиновников в тех регионах, да? То есть вы их будете собирать в школу, в класс? Всех вместе. И рассказать, как это нужно делать. Такое оптожевое агентство есть, школа стандарта достаточно эффективно работала. Но я могу сразу сказать о том, что у нее будут очень интересные преподаватели. Практики? Практики предпринимателя, которые каждый день сталкиваются с тем, что, собственно говоря, чиновники и производят. То есть, иначе говоря, предприниматели будут в некотором смысле преподавать чиновникам лучшие практики других регионов. Да, в том числе. Ну, безусловно, мы не обойдемся без тех людей, которые выступили донорами этих практик, кто, собственно говоря, их создавал. То есть, и авторы этих практик тоже будут участвовать в этой работе? Да. А что будет, если какой-то регион, какие-то чиновники в каком-то регионе не захотят учиться или будут учиться на двойке? Да, очень интересная реакция чиновников, конечно. Если говорить про формальную сторону процесса, понятно, что в этой ситуации этот регион не будет занимать, наверное, высоких позиций в рейтинге. Это с одной стороны. А если говорить о содержательных вещах, то мы понимаем, что те, кто уже заинтересован в том, чтобы улучшать инвестиционный климат, ведут системную работу, каждодневную. И каждый день взаимодействуют с предпринимателями, простраивая правильный диалог. Все-таки вся система проектов агентства построена на такой оценке со стороны предпринимателей, на обратной связи со стороны предпринимателей, в каком бы это формате ни производилось. А что придает этому оценка со стороны предпринимателей, чиновников? Это звучит для нашего уха немножко странно, потому что обычно предприниматели оценивают. А тут предприниматели оценивают чиновников, наоборот. Видите, я даже оговорился. Что заставляет, что придает этому силу? Кто за всем этим стоит? Почему они вас слушают? Кто это придумал? У истоков инициативы все равно стояли предприниматели. Потому что нужно понимать, что не будет нормального бюджета региона, если не будет новых рабочих мест, если предприниматели не будут работать в этом регионе. Это первый момент. Второй момент. У нас есть и формальные рычаги, которые на сегодняшний день существуют. Реализация национального рейтинга – это прямое поручение президента. Саму процедуру внедрения рейтинга, его реализации, ей руководит рейтинговый комитет, который состоит, во-первых, из руководителей всех ведущих бизнес-объединений. Во-вторых, туда входит агентство стратегических инициатив и ведущие российские международные эксперты, которые, в общем-то, обеспечивают в том числе и качество, и независимость такого рейтинга. Очень интересно. А вот, может быть, что-то уже сделано? Может быть, есть уже какая-то штука, которая свершилась? Что-то куда-то уже внедрилось? Или это все у нас еще впереди? Я думаю, что результаты успешного внедрения, они отчасти видны уже в этом рейтинге тех проектов, которые шли. Понятно, что те проекты, те лучшие практики, которые появляются, они все равно не находят мгновенный отклик в душах предпринимателей. Это нужно понимать. Проходит определенное время, потому что все-таки вот так вот привыкнуть к хорошему, привыкнуть к позитивному, это тяжело. Нет, нет, Вера, к хорошему быстро привыкаешь. Обычно другие ситуации. Про хорошее наше время подходит к концу и, может быть, в конце, в завершение. Ну, какая-то основная мысль, какой-то основной тезис. Что бы хотелось сказать? Я бы, наверное, хотела очень-очень попросить всех предпринимателей, которые нас смотрят, поучаствовать в нашем проекте «Национальный рейтинг», принять участие в наших других проектах. Это в региональной предпринимательской инициативе, это в региональном инвестиционном стандарте, это поучаствовать в оценке того, как работают муниципалитеты. Это очень важно для того, чтобы мы действительно изменили ситуацию с инвестиционным климатом и условиями ведения бизнеса. Где-то сократили процедуры, где-то облегчили жизнь. Где-то сделали жизнь лучше. Спасибо огромное, Вера. Дорогие друзья, на этом наша программа «Национальный рейтинг. Лучшие практики» подошла к концу. С вами была Вера Адаева, а вели программу Татьяна Зайцева и Дмитрий Волков. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok